Она не ест вообще, она не ходит в туалет Реально было ощущение, что София обезумела Как будто мозг отключился, и она сошла с ума Привет, я Анимеджик, со мной тут мои собаки Софи, Юмичу, киса Алиса Что происходит? Поцарапала меня Подписывайтесь на канал Ставьте лайк этому видео в честь дня рождения нашей Софиши Которой 6 ноября исполняется 11 лет Юмичу, что происходит? Поздравляйте Софишу в комментариях С днем рождения С днем рождения И комментарии будут появляться в видео Я вообще не понимаю, что происходит Юмичу Ставьте лайк, пишите комментарии Подписывайтесь на канал, чтобы нас было 3 миллиона на 2023 год И с нее начинался вообще канал наш на ютубе Наверное, самые старые наши подписчики знают Что канал изначально назывался Софи Аторва И Софи была первым персонажем Несмотря на то, что Эйван был старше нее И сегодня я хочу вам рассказать 3 ужасных, страшных истории Которые приключились за последнее время с Софи Я вообще до сих пор, если честно, в стрессе Я ни о чем нигде не говорила Тьфу-тьфу-тьфу Потому что я просто боялась И не знала, чем все это закончится Три ситуации, которые довели меня реально до прединфарктного состояния Я думала, я умру, я сойду с ума За Софишу Я просто не знала, что вообще делать Это капец Все три истории связаны с Софи Все они жуткие, ужасные, слабонервным не смотреть Как вы видите, мы уже не в Сочи Первая произошла в Сочи, прямо перед нашим отъездом У Софиши воспалились паранальные железы Причина непонятна С чего вдруг непонятно Ветеринар тоже не знает Может быть, это связано с возрастом Переохладилось, еще что-то Как это проявлялось? У нее на попе было такое огромное вздутие Раздулось все Там образовался сразу же за ночь просто свищ Я обратила внимание, что Софи лижет сзади что-то Посмотрела, увидела вот эту огромную шишку на попе Дырка, из которой что-то сочится Короче, я срочно ее повезла ветеринару Ветеринар посмотрела, сказала, что да, это воспаление паранальных желез То есть у нас, в принципе, вообще Нам 11 лет У нас вообще никаких проблем со здоровьем не было никогда Ну, это уже воспаление паранных желез Там еще и полечить нужно Это исключительно в области кожи Ну, она нализывает ее Входит так, немножко лапку отставляет Ей, наверное, неприятно, да? Болит? Да, не дует Вот это с другой стороны Просто застой Содержимое не отходит А внутренних повреждений, там вот, кишечника, чего-то Не-не-не Все, все, все Дома будете рано промывать Мы приехали к врачу, там все и проверили Намазали, сказали, что делать Мы очень долго, прямо шприцом туда Ей вводили специальную мазь Она пила таблетки, уколы делали ей Бедняжка Многие, у кого есть маленькие собаки Ходят на такие процедуры, как чистка паранальных желез Я никогда этого не делала 11 лет я этого не делала И я продолжаю придерживаться позиции, что не надо туда лезть То есть, многие, например, чистят уши собаки Я считаю, что у собаки уши у здоровой и так чистые Я никогда в жизни Софи не чистила уши И Юмичу тоже И у них прекрасные чистые уши Я считаю, что вообще вот не надо лезть, если ничего не происходит Не надо заранее, как бы, превентивно что-то делать Как вот многие чистят паранальные железы Потому что, когда ты подсаживаешься на это, ты потом не можешь остановиться Вот если ты начал один раз чистить паранальные железы Их придется чистить всю оставшуюся жизнь Чтобы она не разлизывала себе там сзади ничего Она ходила вот в такой вот штуке Я забыла, как это называется, напомните в комментариях Софи, иди сюда Иди сюда Давай Юмич, ты хочешь поносить? Смотри, Юмичу носит Иди на ручки ко мне Тебе придется надеть это прекрасное украшение Иди сюда Иди сюда Иди сюда Давай, молодец Софиш А ты не снимешь ее Иди ко мне Вот молодец 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 Сейчас мы тебя похвалим Сидеть Молодец Иди, иди Ты же моя красавица Молодец Софиш, иди сюда Иди сюда Вот, молодец Ай, молодец Ай, умница Будем ходить, привыкать Будем ходить, привыкать Будем ходить, привыкать Давай Вот, видишь Я безумно запереживала за Софи Я страшно боялась Потому что очень было сложно ухаживать за ней В том смысле, что ее нужно было ставить в ванну на передние лапки И поднимать задние, и в попку И это ей делать все И ей было очень больно И от уколов, и от этой мази И от всего Я находила в этой фигне В этой фигне ужасно было неудобно Она не могла толком есть и пить в ней Приходилось снимать Но она сразу же начинала лизать попу Сразу же надо было эту штуку надевать На прогулке тоже на улице она начинала лизаться Поэтому пришлось на улицу на прогулку тоже в этой штуке ходить И в итоге она ходила Она потеряла ориентацию в пространстве То есть, получается, она не видит ни лево, ни право Сбоку никак Нагибается вниз Эта штука упирается в асфальт В общем, это было адски неудобно Бедная Софи отмучилась Мы это все вылечили Я не считаю, что это потому, что я не чистила эти парнальные железы 11 лет Я и сейчас больше не буду этого делать Сейчас у Софи все хорошо И я не хочу подсаживать ее на эту процедуру Короче, это был трэш просто Дальше происходит еще одна ситуация На тот момент, когда я рассказала в Москве уже, что Миши больше с нами нет Я очень запереживала за Софи У нее брат Эйвен Он умер от болезни, от проблем сердечных с метральным клапаном Получается, по генетике у нее папа и мама такие же, как у Эйвена Плюс ей 11 лет И это опасно У чихуашек вот эти сердечные проблемы Поэтому я решила ее проверить у кардиолога Но что произошло дальше? Это еще больше капец Никогда, если у вас нет проверенного своего ветеринара Не слушайте просто одного человека Потратьте денег, пройдите несколько людей Первым ветеринаром мы пошли в Сочи Это был пожилой мужчина Мы пришли к нему, и он послушал Софи Просто вот этой вот штукой И больше ничего не сделал Ни к эхо, ни к кардиограмму, ничего Просто он такой послушал и говорит У нее капец проблемы с сердцем Она чуть ли не завтра умрет У меня чуть ли не сердечный приступ от того, что с ней такое происходит Это просто жесть меня бомбила потом вообще И он такой напрописал вот такой огромный лист Кучу лекарств, одно из которых вообще наркотическое Придается только по рецепту Просто так не продается Все они человеческие И типа просто собака уже практически умирает Завтра у нее случится сердечный приступ Она умрет Я в шоке, я на нервах Я не понимаю, что делать Я уже чуть ли не побежала покупать эти все лекарства и лечить ее А там одно лекарство такое наркотическое Что если собаку начинаешь колоть этим лекарством То потом как бы не можешь с него слезть Она всю жизнь должна быть на этих уколах И если ты за один день пропустишь Или таблетках там, не важно Пропустишь, то ей может стать плохо И она от этого умрет Если ты пропустишь Это просто жесть Я тут же записываюсь в другому ветеринару В другую ветеринарную клинику Тоже в Сочи То есть я тут оставляю деньги за прием Мы ведем в другую ветеринарную клинику В Сочи К другим людям Оставляем там пять тысяч Потому что ей еще делают рентген И делают кучу проверок Берут биохимию крови Это правильно Это хорошо Но самый прикол в том Что этот врач Второй Это молодая девушка Ну получается наоборот Отсутствие опыта Она молодая И говорит У нее вообще нет проблем Ей вообще ничего не надо делать Она вообще здорова У нее все окей Получается Один говорит Что типа Она уже умирает вообще И вот надо ее наркотики посадить Другу Она говорит Что у нее вообще все нормально И вообще все пофиг Я просто растерялась в этом всем Я реально не знала что делать Я стала писать нашему ветеринару Который здесь в Москве А если бы я Человек у которого нет связи С другим ветеринаром Человек который поверил Человек который пришел В ветклинику Если бы я послушала Этого дядьку Я бы могла залечить Собаку до смерти Она могла бы умереть Софишенька Ты моя сладкая Нельзя слушать Никого одного Если это не проверенный ветеринар Наша ветеринар в Москве Говорит Слушайте Приезжайте в Москву И идите к нормальному кардиологу Мы так и сделали Приехали в Москву Пошли к нормальному кардиологу Сделали эхо То есть это специальная процедура Которая как бы проверяет Именно все Там все посмотрели К сожалению Кардиолог нашла у Софи Ту же проблему Что у Эйвана Тоже проблема с метральным клапаном Но только первая стадия То есть может так быть Что Софи долго и хорошо Будет жить дальше И ничего не придется лечить То есть пока что Нам не выписали таблетки Нужно пить там специальные витамины Определенные Которые мы пьем Не перенагружаться Не нервничать Не бегать слишком сильно Не перевозбуждаться Не бояться Не пугаться там и так далее Держим пальцы ребята За нас За то что Чтобы с Софишей все было хорошо Сначала у нее воспалились Паранальные железы Следом за этим Сразу история с кардиологами И третья история Это вообще капец От нее я просто В шоке Кардиолог сказала Что У которой мы проверялись Что зубы у Чихуаши Как-то связаны с сердцем И как бы Если зубы плохие То явно Есть проблемы с сердцем А у Софиши Последнее время Испортили зубы И даже несмотря на то Что я чистила У нее образовался камень Как бы попадал Под десну У меня не все Получается сделать Поэтому я решила Пойти на лазерную чистку зубов Чтобы все это Хорошо почистили Посмотрели все зубки Может там что-то болеет Болит и так далее Мы приходим В ветклинику Дальше начнется Просто жесть Ветеринар говорит Что И в принципе Сейчас так принято Везде Что негуманно Чистить лазером Зубы собаки Без седации То есть без наркоза Нельзя Не сделать наркоз Потому что это как бы больно И собаке неприятно Это негуманно А второе Это то что собака Может начать дергаться И просто ветеринар Не сможет правильно Ей почистить зубы Полностью все В общем я соглашаюсь И заодно подумала Что Юмичу тоже Можно сделать Эту чистку лазерную Немножко седации Окей Хорошо Но Что происходит дальше Все как бы им почистили Кстати у Софиши Выпал зубик Ветеринар это увидела Вытащила этот зуб Это задний там Дальний маляр То есть да У нее действительно Был испорчен зуб И хорошо Что мы пошли И все это почистили Но проблема в другом В том что Как Софи Начала переносить наркоз Юмичу Было тоже плохо И Софи Они примерно Одинаково ввели себя Мы уехали из клиники Уже вышедшие Из наркоза Обе собаки Были сонные Вялые Качались Шатались Как бы Ну уже могли Более менее Как-то двигаться Тут происходит Просто страшное Просто жесть То что дальше было Я думала Я сойду с ума Я думала Что я потеряю Софи Я думала Она умрет Какое-то время Обеих рвало Потом Юмичу Поспала И как бы Вышла из состояния Этого Она молодая Ее реакция Ее организм Он легко выдержал Это Как и вообще Должно быть Вообще В норме Должно быть так И ветеринар Потом Когда мы с ней Постоянно были на связи 24 часа Мы с ней Постоянно поддерживали связь По видео По аудио Всякое разное У Софи Просто не могла спать У Софи Случился приступ И я не понимала Что это И у нее были Адские спазмы Безумные глаза Куда-то Ей было явно плохо И я начала бояться Уже Что из-за того Что у нее есть Некие проблемы с сердцем Что это сердечный приступ Что она умрет Я просто в истерике В сайт Звонить ветеринару Которая очистила Ее зубы нашему И мы с ней общались Все время были на связи Кололи кучу разных уколов Кучу процедур сделали В общем все Мы за всем этим следили Онлайн И она потом Посоветовала еще Уколоть вот это Вот это Я не буду сейчас говорить Какие-то названия лекарств Потому что каждая ситуация Абсолютно индивидуальна Но реально Мы там вкололи Несколько разных уколов И того, и сего И пятого, и десятого Давали таблетки Короче вообще просто жесть И таблетки от желудка И от этого И от этого И от этого И в конце концов Ситуация не меняется То есть Софи пьет Ее все вырывает Она не спит Она не ест Она не ходит Это просто Я думала она на грани Я думала мы ее потеряем Я ветеринару посылаю это видео Ветеринар отвечает Что снова делать И вот так Вот так Просто всю ночь И она говорит Что блин Короче я В панике Приезжайте утром Будем смотреть Что с ней Потому что я не понимаю Почему у нее такая реакция Единственное Что типа я могу подумать Что это какой-то Приступ страха Что это испуг Что это паническая атака Потому что говорит Вообще я не понимаю Что это Софиша Она бедная Не спит Ей плохо ее рвет Она не ест вообще Она не ходит в туалет Она под этими уколами В общем Мы едем И ветеринар Начинает проверять Просто по всем пунктам ее Кровь Рентген Рефлексы Все И она говорит Реально По рентгену По рефлексам По крови По всему Собака Здорово Физически Ну то есть Все окей Нет какой-то Безумной реакции На наркоз Но она Опять же Видит Что София Странно себя ведет Она как будто С ума сошла Реально было ощущение Что София Безумела Что как будто Мозг отключился И она сошла с ума Как будто наркоз Так повлиял на мозг Что он просто не работает Вот этот спазм Безумный взгляд Как будто Что-то с ней происходит И ветеринар говорит Если физически Она по всем параметрам Здоровая Единственное Что я могу предположить Это то что у нее Реально паническая Атака от страха Дело в том Что когда Собакам будет наркоз Они У них происходит Галлюцинации От седации Они видят галлюцинации И ветеринар предположила Что у Софии Галлюцинации Которые ее так напугали И ввели в такую Паническую атаку Что ее просто Перекорежило Вот эти безумные глаза Вот это состояние Потому что Физически причин Для этого нет Она дала Успокоительное Нам И мы давали ей Какое-то время Еще успокоительное И в итоге Потихоньку В течение трех дней Софи стала Выкарабкиваться То есть Она Сначала Я ее уговорила Просто уговорила Поесть немножко Она поела у меня С рук Потихонечку Потом она сама Сходила в туалетик И так Медленно Постепенно Она из-за наркоза Выкарабкивалась Трое суток Жесть Просто Перед одиннадцатилетием Софи Произошло Вот три Вот таких события Которые на грани Просто были Я очень Запереживала Что с ней Что-нибудь случится Но она Выкарабкалась Наша малышка Держите Пожалуйста За нас пальчики Ребят Помылась Сегодня Красавица С днем рождения Тебе С днем рождения